Всем привет! Дружеская дуэль со странником. Наконец-то я добрался до него и хотел попробовать этого персонажа. Если мы сегодня его победим, а я думаю, что мы победим его всё-таки, то он добавится в нашу колоду. Поехали. Так, основная здесь цель это одержать за 6 раундов. Это замечательно. Поехали. Кукла принимает приглашение на дуэль. Ну, конечно. Это игра для детей. Окей. О, как скажешь, друг мой. О, нифига себе! Вот это... Вы видите, что за колода у него? Ребят, напоминаю, что наша колода будет строиться на тех картах, чьи мы получили за предыдущие раунды. И сейчас она у нас, соответственно, такая, какая есть. Смотрите. Так, этот... Вот эти я возьму, это я оставлю, это я оставлю. Вот это, скорее всего... А, ладно, давайте тоже оставим. Не знаю, как это пойдёт. Это лёгкая сложность, это дружеская дуэль, поэтому тут, надеюсь, будет намного проще. Ой, как же с ними будет сложно бороться. Особенно, по-моему, с этой штуковиной. Я не помню, на что она способна, но думаю, что будет очень тяжело. Так, сторонник. Он великолепен, великолепен. Карточка сама, смотрите. Она динамическая, очень прекрасно смотрится. А, кем мы начнём? Давайте подумаем. Ой, я даже не знаю, если честно. Давайте, может быть, с Альбедо, конечно, хочется. Альбедо, да? Ой, ладно, Лиза. Пусть будет Лиза, ребят. Пусть будет Лиза. Я надеюсь, у меня дайс хоть нормально и выпадут. А, вот так вот, да? Да почему я не понимаю? Ладно, спокойно. Это всего лишь дружеская дуэль. Всё равно победа будет. В любом случае. Кристальное ядро. Фаза. Смотрите. Вот оно что. Ах ты. Когда персонаж в этом состоянии оказывается повержен, эффект снимается и срабатывает зараживание на поле боя. Постановлю это только по... Он бессмертный будет. Офигеть. А по нему электричество, по-моему, нет смысла бить, да? Я правильно понимаю? Ой, надо было поставить эту карту. Ну, это вот, видите, вот прям... Спешу слишком быстро. Всё делаю слишком быстро. Так, вот это всё понятно, как будем действовать. Надо будет вот эту карту обязательно сейчас поставить. Они вылучшаются. Жутко, смотрите. Непостоянный лик. Кого ты поставил? О, противник конец хода объявил. А каким это образом? А, это потому что он слишком много карт потратил на него, да? Ну, хорошо, я тебя понял. Ну, здесь у нас очень критическая ситуация. В принципе, мы можем уже менять. А кого на кого мы поменяем? На Альбедо, что ли? Так, что у нас тут получается? Вообще, на самом деле, лучше, наверное, ударить... ...обычной атакой, зарядить ульту, а потом... Понимаете, да? Ударить ультой, ребят. Я думаю, что это... Ох, не, погодите. У меня даже лучший вариант есть. Ульта Альбедо будет намного интереснее в этом плане. Поэтому давайте все-таки сделаем, наверное, вот так вот, да? Так, а для этого нам, в принципе, перекинуть все эти дайсы не очень приятная ситуация. Ладно, давайте просто так вот ударим. Так, есть. Больше, по сути, мы ничего не можем, да, сделать. Хорошо, ладно, пусть будет Альбедо тем, на кого будут нападать в следующем раунде. Ой, тут вообще неизвестно, как сложится серьезная схватка. Вы понимаете? Ведь серьезная схватка будет вам... Сложно, сложно будет, ребят? Сложно, я чувствую. Так, Альбедо, я на тебя ставку делаю. У тебя, в принципе, заряд ульты уже готов. Если мы горшок на тебя применим, то будет очень приятно. Так, понятно. Ну ладно, плюс-минус нормально. А горшок-то будет у нас сегодня? Да, горшок должен появиться. Если мы вообще ничего не будем тратить и будем только бить... Так, еще надо поставить эту штуковину, скорее всего. Атака в падении, вон так, так, так. Жесть, вы посмотрите, его так прокачали. Ладно, Тимми пошел. По Тимми пошел, молодец. Ну что, давайте, наверное, сначала... Вот так вот сделаем, да? Ну ладно, давайте, давайте так, давайте так. Ой, я ненавижу этот куб. Я помню, как я сражался с ним. Помните, была схватка с кубом с 30 хп? Это была нереальнейшая битва. Самая сложная за все время. Кстати, стоит вам посмотреть. Так, что у нас получается? Теперь я могу горшок использовать. Ну, горшок мы если используем, то у нас получается неловкая ситуация. Давайте так вот попробуем. Сейчас нам надо получить хотя бы два дайса гео, ребят. Хотя бы два дайса, пожалуйста. Ладно, один универсальный есть. Еще можно один раз перебросить. Ай, ну плюс-минус, ну плюс-минус, ребят. Ну что я могу сделать? Могу, кстати, две карты взять. Какой у нас раунд идет? Второй. Две карты можем взять? Ну или подождать следующего раунда, как вы думаете? Ай, не знаю. Мне придется чем-то пожертвовать. Ну давайте, ладно, сначала сделаем вот так вот. Это важный момент. А теперь надо что-нибудь скинуть. Ну, давайте вот это скинем, скорее всего. Или нет, или в следующем раунде лучше плюс хп сделать. Ой, ладно, поехали. Ох, эти риски. Минус семь, да я не знаю. Короче, если он сейчас... Он же сейчас восстановится, естественно. Он восстановится, ребят, он восстановится. И сейчас надо... А, я вспомнил, а я вспомнил, вспомнил. Знаете, в чем суть? Его надо в этом же раунде добивать. Если мы не добьем его в этом раунде, то он, естественно, в следующем восстановит себе это умение. И опять будет бессмертным. Вот это, кстати, действительно отвратительная тема. Ну, у меня вариантов не остается. Мне только остается скипать, ребят. Ммм, как неприятно, а? Офигеть. Я думал, конец будет. Так. Вот сейчас, я надеюсь, эта штуковина добьет его. Пожалуйста. Есть. Мы больше тебя не увидим. Так. Надежда еще на победу есть. Но, ребят, ну это легкий уровень сложности, понимаете? Это дружеская дуэль. Но, действительно, становится очень тяжело. Очень тяжело сражаться с этой пачкой. Она просто какая-то безумная. Так. Что у нас получается? Электричество опять, да? Ну, в принципе, нам в любом случае придется переключаться. Странник не... Ой, Странник. Нет, пока Странника у нас еще нет, ребят. Но, зато после этой победы, я надеюсь, она все-таки будет, Странник добавится в нашу команду. И, скорее всего, по-моему, мы его меняем на Лизу, ребят. Мы его меняем на Лизу. Это прекрасно. Так. Что, поехали? Мы можем поставить эту карту. Вообще, нам на самом деле стоит поменять... Вот так вот сделать, да? Все остальное пока оставляем. Что умеет Странник еще непонятно. Потому что он еще даже ульту ни разу не использовал. Я думаю, что мы это увидим только в более сложном поединке. В поединке, который будет уже в следующем видео, кстати. Обычная атака. А, слушайте, если он ударил бы... А, хотя без разницы. Он и так, наверное, с руки ударил бы, убил бы его. Это печально-печально. Надо что-то придумать. Когда ваш персонаж использует навык, карта накапливает одну подсказку кладоискателя. Кучу карт нам дадут, ребят. Хорошо, поехали. Хотя, я думаю, что мы до этого не доживем просто. О! 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 А за счет чего ты минус 6-то делаешь? Дорогая моя, ты просто великолепный, я тебе скажу. Я не знаю, как она это делает, ребят. Но почему ты минус 6? А за счет чего? Объясните. Когда дуга наносит урон персонажа, так, состояние снимается. Каждый уровень проводника добавляется плюс 1. А где уровень проводника-то? Короче, неважно. Давайте минус 6 нанесем. Если он не переключится, ему конец. Смотрите. Он не переключился. Он не переключился, вы понимаете? Что? Не, ну есть смысл вставить ульту. Кстати, здесь условие, мы можем 2 карты потерять, и я могу скипнуть. Погодите, а что я мучаюсь-то? А ну-ка, поехали. Да, да. Воу, изи. Так, хорошо, хорошо. Давайте мы тогда вот так вот поставим. У нас другого варианта нет, я хочу добить его, поэтому добиваем ультой просто. Слушайте, сложилось все даже как-то лучше, чем я ожидал. И, кстати, вот этот тип, с меня хватит. Этот тип я помню. Я, кстати, до карты играл. Он довольно интересный персонаж. У него есть вызов, по-моему, двух или трех элементалей, которые, они разные. А нет, два элементаля. Он их вызывает в огромном количестве. Это жесть. Так, ну у нас, в принципе, все. Придется скипать, ребят. И надеется, что следующий раунд будет последний. Да я вообще, в принципе, уверен, что даже следующий раунд будет последний. Посмотрите, что он творит. Да, да. Конечно, жалко. Надо было сначала использовать вот этот удар, а потом уж. Гео. Вот сейчас, по идее, мы получим кучу всего интересного, да? Тимис работает. Хотя зачем нам уже в последнем раунде такие карты? Вообще непонятно. Так, у нас остается еще возможность ударить с электричеством. Пусть Лиза до конца отработает себя, я думаю. Потому что она идеально подойдет сейчас. На нем висит уже электричество. Не знаю, это сработает или нет. Плюс еще, кстати, есть возможность ее вылечить. Поехали. Я готов. Этот раунд будет 100% последний. Нифига себе. Вы посмотрите. Видите? Вот оно. Вот что я... О чем я говорю. Вон этих ребят... Ну, еще Анемо, по-моему, есть. Да, великолепный персонаж, на самом деле. Что, Тимми будем ставить? Нет? Я думаю, что нет смысла ставить, потому что этот последний у нас раунд. Единственное, что я хотел бы, наверное, это сделать. Вот так вот, на всякий случай. Потом мы бьем вот так. Все, мы его даже добьем до момента, когда будет финальная фаза. Смотрите. Следующий удар будет последний. Минус 4, скорее всего. Наша девочка должна выдержать по идее, да? Скажите, да. Да ладно? Да ладно тебе? Вы представляете, какой будет следующий? Фига себе! Читерство. У него щит, потому что, да, ребят, щит у него стоит. Ну ладно, нам придется добивать вот так. Щит попадает. И больше ничего не остается. Ну ладно, мы сделали максимум, ребят. Кстати, да. Ну, чисто ради уж... Для статистики, да? Для статистики. А что могло бы еще выпасть? Ух ты, Катерина, ребят. Вот Катерина иногда реально сильно не хватает. Ну видите, ну что сделаешь? Не забывайте, ребят, подписываться, писать комментарии. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Следующая будет серьезная схватка уже с этой колодой. Пока что... Кстати, у нас странник появится. Это будет очень интересная схватка. Да, вот он появился наконец-то. Надо будет почитать и знакомиться. Но мы это ознакомимся уже как раз в следующем видео. Узнаем, на что он способен. И последняя фраза от него. После победы в этой игре все так улыбаются. Как мало нужно для счастья. Возможно. Увидимся, пока. Пока.